Продолжение следует... Ну, по крайней мере, это моя мысль, которую я стараюсь доносить, что если мы ввязываемся в эту историю, то мы проигрываем сразу, потому что мы начинаем играть по чужим правилам. Когда ты играешь по чужим правилам, они могут поменяться в любую секунду, и даже с тем же биткоином можно простой пример привести. Биткоин, он как МММ, он ничем не обеспечен, он растет на лицо все признаки финансовой пирамиды. У нас, между прочим, финансовые пирамиды запрещены, есть уголовно преследуемые законы, и, соответственно, если этот механизм запустить, то... Ну, что мы тогда можем? Мы тогда получим определенную реакцию общества. Это можно будет признать фашизмом, например. Это будет просто один из еще сотни таких же, которые что-то про это говорят. Другой момент, наоборот. Давайте майнить, давайте город построим, будем майнить, все. Мы получаем другую историю, когда против этого начинают выступать экологи, что чтобы намайнить один биткоин, надо сжечь там столько-то энергии, это все будет выбраться опять-таки СО2, и мы получаем с этой стороны удар. В общем, с какой стороны ты не начинай, ты все равно получишь какие-то моменты. Поэтому вопрос такой, что делать что-то или не делать, нужен совершенно другой ответ, который придумал гениальный архитектор американский. Звучит это так, что вы никогда не измените положение вещей борьбой с реальностью. Чтобы изменить что-то, построите новую модель, которая сделает существующую устаревшую. И вот наша задача придумать что-то новое, какую-то идеологию, которая бы захватила непосредственно тех людей, молодежь, которая сейчас это все очень активно развивает. Но вопрос идеологии очень тоже сложный, потому что сегодня оглавенствуют идеологии, которую разработали и, давайте честно только будем говорить, разработали и придумали самое, наверное, богатое и большое государство сегодня это Соединенные Штаты Америки. Оно у них очень четко сформулировано. Всего есть два предложения, каждое из которых состоит из всего двух слов. Первое предложение звучит так. Делать деньги. Это изобретение американцев делать деньги. И второе предложение тоже состоит из двух слов. Американская мечта. То есть делать деньги для того, чтобы осуществилась американская мечта. Значит, покупать машины, дома, самолеты, пароходы, жить хорошо, жить в свое удовольствие. Вот такая идеология. Если у нас есть какая-то другая идеология, то, ну, пускай нам ее предложат. И, соответственно, мы тогда поймем, идем мы за этой идеологией или не идем. Существует такая борьба Айкидо. В Айкидо очень важный момент, когда ты энергию противника используешь против него самого. Поэтому пока та новая идеология создается, вот наше предложение это, значит, использовать ту идеологию, которая сегодня владеет всем миром. И попробовать на примере борьбы Айкидо использовать эту энергию. И в ответ на то, что делать деньги, надо предложить что-то более интересное. Но у меня ничего пока лучше не придумалось, как делать очень большие деньги. Подобно, помните, мультик этот был, когда золотое копытце антилопа чеканило золотые монеты до тех пор, пока ее не остановили. Конец плохой был, черепки выпадали. А это тоже момент такой, что пока не остановят. Когда лопит пузырь. Пока не остановят. Значит, вот вопрос идеологии, опять-таки, когда будет какая-то реальная идеология, что давайте пойдем туда, ну давайте к этому времени мы станем очень богатыми. Пускай все станут очень богатыми, пускай купят себе все, что хотят. Пускай деньги, на самом деле, это не проблема. Деньги это инструмент для достижения там всех-всех необходимых целей. Конечно, мы услышим, что если у всех будет много денег, мы получим дефляцию, товары начнут дешеветь. Да и замечательно, если они начнут дешеветь. Если люди накупят всего и каким-то образом все это, значит, производство будет уже подстраиваться не просто, чтобы там абы что выпустить, там подешевлесть, а именно будет с позиции потребности. Что такое цифровая экономика? Цифровая экономика, по нашему мнению, это оцифровка всех процессов. От идеи до всех бизнес-процессов, до отчетности, до судебной системы, до заверительной системы, нотариальной. Ну, в общем, все-все-все должно быть оцифровано. Потому что если мы, например, разработаем такую систему для нас с вами, а какой-то из механизмов в этом участвовать не будет работать, то все это бесполезно. Должна быть единая система, которая завязана и в которой каждый игрок заинтересован в этой системе. Вот что такое цифровая экономика. В цифровой экономике появляются новые возможности. Если мы все начинаем оцифровывать, то сегодня, по нашему мнению, та технология блокчейна, которую выпускают биткоины и другие криптовалюты, это пустышки. Они ничем не обеспечены. Соответственно, раз они ничем не обеспечены, то как в это можно вкладывать деньги? Вот если ты разумный человек, какие-то непонятные люди как-то где-то чего-то выпускают, непонятно что, непонятно где. Вот поэтому давайте, вот мы с вами разумные люди, давайте мы поступим таким образом. Вот есть у нас какой-то актив, мы его можем оцифровать. Каким образом мы его можем оцифровать? Мы его можем оценить. Существует институт оценки, где есть лицензированные специалисты, которые учились этому, которые имеют методику оценки. Соответственно, они могут выдать нам стоимость. Причем эта оцифровка может быть как для физического лица, так и для юридического лица. Например, я как физическое лицо владею каким-то недвижимым или недвижимым имуществом. Это можно оценить. Соответственно, оценили, я могу это все загрузить в залог, но это будет определенная дата оценки, это будет определенное время оценки, определенная стоимость этой оценки на текущий момент. Здесь очень важный вопрос возникает. А в чем считать? Мы знаем, что экономика вся считается в фиатных деньгах, которые в каждом государстве фактически выполняют роль всеобщего эквивалента. А что такое деньги? Если уйти в эту историю, посмотреть, например, тот же самый доллар, когда в прошлом веке взяли и отвязали его от золота. То есть сегодня фактически напечатанная бумага в виде долларов, 10 килограммов такой напечатанной бумаги, на эти 10 килограмм можно купить 100 килограмм золота. Так вот, наш ответ простой. Мы делаем цифровые активы, мы их оцениваем. Мы под этот цифровой актив можем выпустить криптошифрованные некие условные единицы по технологии блокчейн. И дальше уже под залог этих цифровых активов застраховать систему блокчейн. Почему? Потому что компьютеры могут сгореть. Мы не знаем до конца, какие там есть возможности. Поэтому эксперты сами спрашивают, а если все компьютеры сгорят, кто за это ответит? Должна ответить страховая какая-то структура, которая понимает эти риски, оценивает их. И застраховали, что если какой-то вот этот момент произошел, инвесторы не потеряли деньги. Это первый момент. Второй момент. Цифровые активы имеют оценку. Мы говорим, что мы хотим привлечь денежные средства для чего? Для того, чтобы запустить, например, какой-то проект. Для этого нам нужны финансы. И получается полностью прозрачный легальный механизм. Когда мы под залог цифрового актива можем привлечь рубли на свой расчетный счет, как компания. И вкладывайте уже в тот проект, который, опять-таки, прозрачен, написан. Мы можем провести аудиторскую проверку этой компании, посмотреть ее платежеспособность. Значит, посмотреть и сделать оценку того, насколько реально будет реализовываться этот проект. И насколько реально инвесторы смогут получать. Но сегодня же происходит следующая ситуация. Есть идея. Под эту идею выпускается криптовалюта, называемая токенами. И говорится, ребята, вот есть проект, давайте скидывайте нам, соответственно, другие криптовалюты. Токены, биткоины, эфиры и все такое прочее. Мое личное мнение – это зло. Почему? Потому что, если ты делаешь проект в реальном секторе экономики, ты привлек биткоины, предположим. Тебе нужно вложить эти, их превратить сначала в деньги. Ну, не берем даже те комиссии, которые на биржах берут там все. Даже не берем те риски, что ты можешь потерять их в момент обмена. Вот отводим это в сторону. Но ты привлек криптовалюту, у нее есть сегодня стоимость. Ты их сдал. Ты вложил деньги в какой-то проект. За тот момент, пока ты делаешь этот проект, этот биткоин дорожает, как мы видели историю 2017 года, он в разы дорожает. Это какой у меня должен быть проект, чтобы он заработал деньги инвестору, чтобы я потом откупил этот биткоин, отдал его инвестору и плюс еще отдал прибыль. Нет таких проектов сегодня, которые бы могли это все обеспечить. Поэтому большинство 99 проектов оказываются провальными. Что нужно предпринимателям, чтобы вести эти проекты? Им нужна какая-то обоснованная, им нужна какая-то общепризнанная, им нужна какая-то стабильная цифра, чтобы они, когда планировали свой проект, они могли на это четко опираться. Поэтому, когда мы говорим о том, что развивается цифровая экономика, мы должны понимать, а в чем считать. И наше предложение, это еще ввести дополнительно общепринятый всеобщий эквивалент. Всеобщий эквивалент. Ну, вот смотрите, если сегодня экономика считается в каждой стране, это валовый внутренний продукт на душу населения, то мы можем четко сказать, что есть общепризнанное понятие ВВП. И в каждом государстве есть своя цифра прироста или, наоборот, убытка, или как правильно сказать, это ВВП. Соответственно, если мы возьмем всю экономику на макроэкономическом уровне, то нам нужно посчитать, что это сумма всех ВВП, деленная на количество людей. Вот мы получим, значит, на душу населения. Но, если мы говорим про новые технологии, которые на блокчейне сегодня тоже осуществляют какую-то экономику, это биткоины и другие криптовалюты, да, то оборот этих криптовалют сегодня никак не участвует в подсчете этого ВВП. Значит, наша формула, по которой мы можем считать, значит, ВВП, следующая, это ВВП всех стран, нужно прибавить общую стоимость всех криптовалют и поделить на количество людей, мы получим цифру. И вот эта цифра, смотрите, мы можем, значит, кто считает ВВП? ВВП считает ООН, ВВП считает МВФ, ВВП считают еще какие-то там структуры, соответственно, эта вся информация открыта, она в интернете. Стоимость криптовалют. Существуют биржи, на которых, соответственно, эта цифра есть, мы примерно знаем, какое количество там, каких, чего выпущено, какая сумма этих единиц в обороте, мы тоже можем примерно почитать общую совокупную стоимость всех криптовалют. Количество людей на земле. Есть специальные сайты, которые тоже считают это количество, тоже в Википедии все это есть, соответственно, все цифры открыты. Мы собираем эти цифры, у нас получается цифра, именно вот к этой цифре мы и можем привязаться к всеобщему эквиваленту, потому что это та сегодняшняя экономика, которая уже работает. И дальше говорим, это то, что у нас получается, вот эта единичка, да? Ну, смотрите, электроэнергия, она считается в киловатт-часах, значит, расстояние считается в километрах, газ считается в кубических метрах. У каждого из этих понятий есть свои определения, есть свои учетные единицы. Вот цифровая экономика, если мы говорим, что это новый экономический, это новый какой-то технологический уклад, мы этому тоже должны дать вот эти вот определения и какие-то цифры. И мы с вами, как с экспертами и вообще со всем сообществом должны договориться, что почему мы их признаем, почему мы их понимаем, провести какие-то эксперименты, посчитать, поспорить, ну, прийти к какой-то истине, и тогда эта истина ляжет в основу вот этого. Что мы тогда получим? Для чего это все? Ну, сегодня вся мировая экономика, как правило, считается в долларе США. Опять-таки, мы нарежем бумаги и купим за нее все. Ну, это, с нашей точки зрения, это, ну, не совсем честно, скажем так. Потом, чем обеспечен сегодня доллар? Ну, наверное, он сегодня обеспечен самой сильной, самой крупной армией мира. И получается, что идея такая, что кто сильный, тот и прав. Ну, извините меня, есть права человека, есть организация объединенных наций, есть много каких общественных институтов, и есть даже страны, очень успешные страны, например, Швейцария. У них в Конституции написано, что главная задача страны, это чтобы слабый был доволен. Это, значит, люди объединяются, и богатые люди способствуют тому, чтобы какие-то немощные или больные, или там, ну, какие-то более слабые люди, чтобы они не жили там какой-то нищете, и чтобы тоже они могли жить достойно. Благая цель. Поэтому право сильного, ну, здесь надо спорить. И вообще надо от этого уходить. Вот эта вот тема Айкидо, как раз-таки, она очень хорошо здесь работает. Какие мы предпринимаем шаги в этом направлении? Ну, во-первых, существует понятие, что нам, конечно же, нужно какое-то юридическое лицо, чтобы создавать эти проекты, чтобы вести научно-исследовательскую деятельность, чтобы готовить какие-то образовательные программы и продвигать их массы. Онлайн, оффлайн, какие-то тренинги делать, семинары, ну, чтобы популяризировать вообще саму идею цифровой экономики и ее развитие. Для этого создан Институт развития цифровой экономики, как автономная некоммерческая организация, имеющая статус юридического лица. Но этого недостаточно, и мы пошли, и мы, кстати, еще договорились до того момента, пока пройдет регистрация, что Институт как раз-таки, как только организуется, он выступит инициатором по созданию консорциума. То есть это не юридическое лицо, которое объединит и физических лиц, и юридических лиц в некий союз, в котором будут четко прописаны цели. И, опять-таки, территория действия этого консорциума, это не только рамки Российской Федерации, не только рамки нашего СНГ. Двери открыты все, поэтому консорцию надо, ну и можно развивать. И что самое главное туда закладываем? Мы туда закладываем децентрализованную систему управления, чтобы все участники были равны. Пожалуйста, там у нас прописано в договоре, что от 3 до 11 человек могут организовать территориальный или отраслевой координационный совет. Пожалуйста, если это, например, вот сейчас речь идет, вот вчера у вас была по агрохолдингам, соответственно, вот можно сельское хозяйство сделать, координационный совет, и там разработать эту модель. И консорциум, когда он создается, и каждый должен понимать, что там нет главных, там нет каких-то владельцев, хозяев. То есть каждый, кто входит в этот консорциум, он сам является не участником, но в то же время это его, этот консорциум, это его личное, это его частное, неотделимое. Поэтому милости просим в консорциум, вступайте. Стол в своем физическом состоянии, это обычная экономика, это обычная машина твоя, это обычная машина. Если, например, сейчас мы вот этой группой людей создадим этот ворота, чтобы переходить в пространство из одной точки на другую, то здесь уже это не будет обычная, это уже будет некая цифра, это будет уже что-то, что не вкладывается в обычную форму, в физику, в обычную не вкладывается, например, расчет, те же самые вот то, что вот сейчас я говорил, когда мы, значит, не... Ну, то есть ценность криптовалюты или там как-то блокчейна, да, это некая математическая формула, которая рассчитывает какой-то набор знаков. Вот это не есть физическое. Авторское право. Это обычное лицо? Авторское право это отдельная, значит, статья экономии, это авторское право. Ну, интеллектуальная собственность. Третье. Нет, подождите. Вот прямо сейчас у нас существуют два объекта, которые принимаются к рассмотрению для принятия, там, какого-то объема. Хорошо, электронные деньги, электронные рубли. Я не знаю, что это такое. Киви, Яндекс.Деньги. Я не знаю, что это такое. Батковская карта. Это рубли. Эти рубли, не настоящие, это физические. Это физические деньги. Физические. Они подчиняются тем же законам, точнее, подчиняются законам Центрального банка, то есть страны, которая выпускает эти деньги. Просто находятся они в каком-то виде, который можно с легкостью передавать. Вот криптоденьги, они не подчиняются закону Центрального банка, никакой страны. Вот это, согласен, это 100% виртуальный, и вот это вот именно есть начало другого. Это новое измерение. Векселя. Это бумага, это ценная бумага. Электронная векселя. Ну, я не знаю, что такое электронная, и чем он отличается от обычного векселя. Это долговая расписка, записывая в рейс. Я знаю, что это такое. Это цифровая или обычная? Вот чем отличается свидетельство, или да, паспорт ваш, который живет в кармане, и от того, что у вас есть отсканирование на бумаге, ничем? Можно, в принципе, посмотреть. Мы вот не будем спорить. Я согласен с тем, что ты говоришь, что да, есть реальная штука, но мы-то сейчас говорим о том, что как эту реальную штуку можно использовать в той виртуальной, даже не виртуальной, а в той цифровой экономике, о которой мы говорим. Можем ли мы с собой вот это все взять, оцифровать, сказать, блин, у нас такие несметные богатства, у нас столько, на самом деле, этих денег, вот они, что мы можем ими рисковать, мы можем под них что-то привлечь. По крайней мере, мы можем инвестору показать, что, ребята, у нас не голая задница, мы можем что-то выставить. Если мы такие уроды, если мы такие дебилы, что мы там возьмем их деньги, проиграем, пропьем, просрем, то мы тогда должны будем отдать физические активы. Это в чем-то вопрос. Тогда ты закладываешь никакое не цифровое, ты закладываешь свое физическое. Вот, как в моем понимании, мы сейчас находимся на пороге того, что меняется кардинально, что мы можем закладывать. То, о чем ты говоришь, его нет пока. Хорошо, в природе, в принципе, это то, что мы должны сейчас создать. Недавно одна компания, очень знаменитая компания, Kodak выпустила свою криптовалюту, Kodak Token. Что произошло? Произошло то, что в течение суток акции компании Kodak подорожали на 117%. То есть, вот смотри, вот след, да? Вот они выпустили, и совершенно ничем не обеспечено что-то. Но это повлекло, что их фактическая стоимость, значит, возросла в два раза. Ну это биржа, вот. Теперь смотри. Нет, подожди, на бирже акции иногда растут, когда выходит какой-нибудь ВВП, но не подумаешь, что валовый национальный продукт, да? И говорят слово. Что-то слово говорит, и акции, опа-на, вот так упали, поднялись, и упали. Смотри, есть, например, уже цифровая экономика в мире, например, те же компании Facebook, Google, Apple, еще какие-то, которые в разы дороже, чем наш. Газпром, там, Роснефть, Росатом, у которых вот какие-то железобетонные такие серьезные наработки, там, значит, добычи, там, эти, трубы, ну, все это. И какая-то компания, которая, ну, вот, песенки, песенки продает, да, песенки продает. Вот у них, вот, вот, у них, да, деньги, там, оборот, даже доходность больше. Ну, мы знаем, что у Газпрома, там, ну, в 2015 году, там, 4 миллиарда долларов они заработали, а тот же Apple 280 миллиардов заработает. На песенках, на фильмах, да. Нет, они отцифровывают личность, как бы, да, то есть суть Facebook, это был, как бы, доступ и отцифровка, ну, как бы, изначально с чего это начиналось, да, то есть это отцифровка, да, отцифровка некой личности и движение в одну кнопку, да, например, мы до сих пор не можем сделать, у нас есть электронное правительство, куча всего и так далее, но у нас нет отцифровки личности, да, например, я не пользуюсь госуслугами, потому что они не воспринимают мой, как бы, доступ, там, ну, грубо говоря, от Facebook. Нет проблем, это понятно, с точки зрения безопасности и так далее. Я готов отцифроваться, но я не поеду за этим с никсом бумажным, просто из-за принципа, потому что я живу в 21 веке. Тогда, значит, встает вопрос, значит, для начала, чтобы отцифровывать что-то, вот, то, чем мы пользуемся, надо самим отцифроваться, тогда мы получим некую ценность, да, ту же самую, которую и есть личности, да. Правильно, и ценность. Да, и ценность. То есть китайцы, вот, например, я скинул, как бы, несмотря на то, что он оппозиционный, вот этот вот, если ты посмотришь с движения, как бы, вот его статья про оцикловку Алиэкспресс, вот в этой группе журнала «Цифровая экономика», ее растащили все, ее даже там нажали лайк те люди, которые, там, мне там сказали, типа, «Вай, тормози». Вот, но фишка вся в чем заключается в том, что, как бы, а суть этой всей статьи, что идет некий учет в Китае, да, они уже добились этого. То есть есть ты, как виртуальный персонаж, ты можешь себя прокачивать, да, то есть с удовольствием, да, там, у меня есть некий, там, бэкграунд здоровый, да, опять же мы возвращаемся, да, но мы его не можем продать, ну, в некотором роде. И мне его надо подтвердить, этот бэкграунд, я его могу подтвердить, да, там, свой, как в IQ, там, и так далее. Куча всего, чего используют аналитики, но он не привязан ко мне, как к личности. То есть, соответственно, вместо меня может быть бот, правильно, да, то есть это может быть бот. И вот здесь, когда мы отделим личность от ботов, ну, получим оцифрованное общество людей по, там, ну, грубо говоря, там, усы, лапы и хвосту, вот мои документы, да, тогда, значит, соответственно, ты оцифровал личность прежде всего. Мы начинаем с человека, да, ну, то есть, там, по всем законам. То есть сейчас самая важная инициатива, на мой взгляд, которую надо толкать в государство, это оцифровка того же, как бы, документов, паспорта, еще чего-то и так далее. Под эту идею, как бы, мы, в принципе, и денег получим, и всего остального. Главное, ее сделать правильной и удобной для человека. Потому что, в принципе, да, то, что сейчас все сделано. Электронные правительства, это же тоже, как бы, части вот этой большой цифровой экономики. По яду причин они не работают, потому что там, ну, вот, самый главный элемент, это та вот эта вот простота нажатия кнопки. Я сегодня следил за вот, как бы, я читаю все, я просто не пишу, как бы, в Телеграме, потому что там еще много умных людей. Я уже потерял, могу отслеживать 154 тысячи сообщений. Вот, да, но я понял, что, например, почему, как бы, да, то есть, вот, имейл, да, то есть, если не регистрировался. Мне имейл неинтересен, я вообще им не пользуюсь. Хотя когда-то там я очень бесился, там, начале интернета, что меня все посылали на факс. Сейчас, как бы, настало время чатов, Телеграма, там, и так далее, и тому подобное. То есть, это говорит о том, что некоторые, как бы, процессы, надо понимать, они уходят. Соответственно, вот, ну, я напутаюсь, да, там, мысли. То есть, вот, как бы, как имейл уходит, там, в Телеграм, да, то есть, точно так же мне надо, чтобы у меня ушел паспорт, да, ну, и все остальное. То есть, мы цифруем, цифруем процессы, новые алгоритмы, ну, вот это вот. Очень логично, все, и очень здраво. И смотри, у нас же есть, значит, Дима с этой, Эрочейном, да, который уже оцифровывает личность. У нас есть Скорняков. У нас есть Благосфера, который тоже... А вот эти ребята, которые новую теорию разработали, в прошлый раз, были там, оцифровки, или даже что-то? Которые сжимают видео вот это вот, вот они еще есть. Соответственно, у нас инструментов уже, о-о-о, надо вынести в него. Согласим, у нас есть вопрос же не в том, чтобы оцифровать паспорт или получить что угодно, да, нужно, чтобы это было принято кем-то еще. А в сообществе это уже занимается, и все. Нет, нет, подожди, ну, уже даже закон есть, а в поспице, еще какую-то... Но мы можем сделать неквалифицированную цифру, не правильно, если... Это уже инструментарий, вы божили. Давайте осознаем, что такое оцифровка сама, вся эта оцифрация. То есть, есть субъект какой-то, тот же стол, и его надо запихнуть туда в цифровом виде. Что, это уже не стол, это свидетельство о том, что стол есть. То есть, это дериватив реальности. И вот работа с деривативами реальности, тут надо вот осознанно вот к этому и подходить. И тут не просто интернет вещей какой-то, а дальше уже какая-то биржа вот этих сущностей. Смотри, да, правильное слово сказать, сущности. Есть сущности объекта, есть сущности субъекта. Субъекты это живые с волей, а объекты это без воли. Ну, люди некоторые тоже объектами являются. Ну, вот как раз, понимаете, у нас волевой стол. Безвольный бот. Ну, если... Да, самостоятельно не может там предпринимать еще. Так вот, людей, да, есть человеческий капитал. Хорошо, смотрите, давайте так, что уже продуктивы ловите. Да, Ярослав, уже все понятно. Первое, это оцифровка людей. Следующее, что оцифровываем дальше? Цифровые активы начинаем делать. Нет, не Креп, это второе. Это второе. Первое, определись все-таки, что такое оцифровка и что такое цифровая экономика. Мы можем это тоже предложить, там, в случае, для дискуссий за государство. Потому что иначе мы путаемся в понятиях, да? Иначе мы говорим, что цифра это скан копия-паспорт. Но это не так. Поэтому первое, как мне кажется, все-таки дать Никиты Зайфу в нашем понимании. И в случае цифровой экономики, наверное, это место, которое можно... В договоре, консоркцию, у нас есть термины. Есть термины. Там уже есть, что такое цифровая экономика. Надо просто посмотреть и сказать, согласны мы с этим или не согласны. Или надо какое-то другое определение взять. На самом деле, этот как раз перечень терминов, это самая замечательная возможность именно подискутировать со специалистами. Потому что для того, чтобы определить четко термин, нужны не только светлые умы, которые думают, что мы так думаем, а нужно еще привлекать профилологов, юристов и так далее. Потому что четкое определение, если мы говорим, чтобы вывести это на уровень государства и сделать, например, цифровой актив такой же, как актив интеллектуальной собственности, как говорит Ярослав, да? Потому что интеллектуальная собственность – это актив, достаточно серьезный в определенных направлениях. Для этого мы должны четко определить, что это, с чем это едят и как это. А все остальное, ну… Есть материальные и нематериальные. Вот с чего я и предлагаю определить. Начать с определений. В древнем мире. В общем, так же была материальная и нематериальная часть. Услуги, например. Там-то справа вообще ничего не было, компьютер даже не было, письменности не было. Надо отличать, значит, нематериальное и цифровое, и материальное цифровое. Значит, вообще есть экономика. И вся экономика оцифровывается. И стол оцифровывается о том, что есть, и он стоит, и может быть использован. И то, что у меня интеллектуальная собственность какая-то есть, и она тоже оцифрована. И это тоже цифровая экономика. Короче, вся экономика, она становится цифровой. Это надо понимать. Нет никакой обычной такой, она вся перетекает в цифровую. Это уже научный подход. Было когда-то, это хорошо. Но сейчас, например, в рекламной индустрии цифровая экономика полным ходом, она просто уже есть. Есть бигдата, есть данные по каждому человеку, который смотрит что-то. И когда ты нажимаешь «посмотреть», тут же тебя в доле секунды робот продает одной из компаний, которая этим интересуется. Эти платят 70 у человека, эти платят 100. Им продали показ. И это все в доле секунды происходит. Бигдата инструментарий все время, каждый год нарастает несколько инструментов, которые, используя ваши шаги, движения мышью, они из этого делают какие-то выводы. И этот инструментарий прекрасно продается. Все правильно, вот это замечательный пример, цифровой экономикой. Я про это и говорю, вот это есть 100% цифровая экономика. Когда мы говорим про то, чтобы цифровать техпаспорт на автомобиль «Лексус», это уже, извините, не цифровая экономика. Эта экономика другая, да, и это другой актив. Вот то, о чем мы говорим о вот этих вот движениях и о цифровке рекламы, в том числе, вот как пример, да, то, что там в рекламе происходит, ну, там и только в рекламе, там еще там отслеживаются движения, возраст. То есть, в принципе, мы всю информацию сами отдаем своему телефону, да, и вся эта информация отслеживается и анализируется. Вот это уже бигдата, которой нет бумаги нигде, да, то есть это мы сами туда вот все цифры заложили, и она находится там на сервере, где-нибудь там в Атланте. Откуда-то, да, как бы есть некие Сатоши там и так далее. Замечательно. Что ценно в этой платформе для цифровой экономики? Это некое шифрование данных, криптография, которую начали все использовать в, в принципе, тех же старых процессах, которые, ну, уже были до этого. То есть, ничего нового. То есть, мы электронные документы, да, переводим в рамках цифровой экономики на новые протоколы. Может, я еще не так говорю, да, как будто. Ну, они шифруются, там есть дополнительные, как бы, системы защиты и так далее. Тогда зачем нам принимать эти условия игры, в принципе, да, это такой намек на то, что, как бы, надо бы делать. И, в принципе, надо создавать систему, как бы, следующую, то есть, 2.0 сейчас, которая будет следующая. То есть, получается, что, в принципе, мы что видим, да, как бы, любая платформа, да, там, Android, там, еще что-то, еще что-то, она трансформируется. Она трансформируется по старым бизнес-процессам, там. Только временной цикл, он чуть больше или меньше, там, мы уходим, там, от одной системы интерфейсов, переходим к другой и так далее. И, соответственно, как бы, на данный момент, ну, как я вижу, да, там, та же криптовалюта, да, и все это, как бы, это некий, там, процесс, который все равно будет, перейдет во что-то большее. То есть, все равно майнинг заменит более большие машины, которые будут владеть уже нечастные. Да, другие протоколы. Другие протоколы. Другие протоколы. Другие протоколы. Да. Это уйдет, это пух-пух-пух. Вот, то есть, основная идея, это шифрование данных, чтобы эти данные были на максимально верными, насколько я понимаю, да, то есть, это криптография. Кстати, есть еще раз. В выступлении Глеба, что в связи с тем, что ICO сейчас у нас скам сплошный, да, там, и 99% непонятно под что люди дают, вот это предложение привязки к активам, оцифровка, во-первых, активы, и, соответственно, под эти активы выпуск, например, тех же токенов, жетонов, оно, конечно, изменит вот ландшафт ICO, изменит вообще отношение людей, потому что мы знаем, как люди относятся, мы вот вчера слышали, как относятся крупные руководители, это МММ, это вообще полная ерунда, и вообще, цифровая экономика у них, она сконцентрирована в биткоине, который является ничем, ничем не подтвержденным и так далее, и так далее. Приходится объяснять, что там есть еще технологии блокчейна, которые изменяют мир, и в чем они изменяют мир. Так вот, эта привязка, она, мне кажется, вот это грамотная идея, я эту идею сейчас тоже прорабатываю, есть такая теория массовой токенизации, и которая говорит, что и бренды тоже начнут выпускать токены, и на самом деле тоже Facebook он готовит. Мы знаем, что Telegram тоже выпускает очень хороший пример с кодеком, да, но это не должны быть пустые бумажки, они к чему не привязаны, это должны быть вещи, привязанные к активам, и которые в свою очередь должны быть оцифрованы. И тогда действительно все устаканится, тогда будет понятно, что стоит за каждым токеном, и если мы говорим, например, активы, да, вот недвижимость, недвижимость уже оцифровываем, записываем в реестры с помощью умных контрактов и блокчейна, делаем транзакции и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот очень важная вещь, оцифровка активов и привязка ее к токенизации. Можно это дополнить? Что сказать? Про новый интерфейс будущего. Ну, у нас есть сейчас хоть какой-то сайтик появился у консорциума, значит, там есть статьи, там в этих статьях есть одна из статей, которая звучит так, это 16.01.2030 год. Значит, один день, одной семьи. Ну, просто, без всяких привязок, без всего, соответственно, вот, у меня вид никакой. Чтобы создать будущее, надо, ну, его нарисовать, наверное, и помечтать, каким вот мы хотим, что мы вообще хотим. Нужно создать такую систему, такие условия жизни, чтобы хотелось там жить, чтобы это как-то мотивировало каждое утро просыпаться, идти на работу и что-то делать, в конце концов. Не только ради денег мы работаем, мы работаем, конечно, ради больших денег, теперь уже, уже понятно, что консорциум должен стать тем, как раз-таки, сообществом, которое как-то лань бьет копытом и зарабатывает деньги. Вот, очень-очень нам нужно, чтобы именно в этом направлении мы двигались, чтобы, ну, это привлекает, это сегодня привлекает, потому что это сегодня ценность. И когда у нас появляются вот эти проекты, которые генерят деньги, это работает как умножитель, оно работает в геометрической прогрессии, как вот этот кодек. Выпустили, тут подорожало, объединили эти ресурсы с этими, еще больше подорожало. Помните, недавно кто-то вкинул прям, что какой-то фонд был, у которого было не то 775 триллионов рублей уставной капитал, что если на всех россиян раздлить, по 5 миллиардов было, потом мы ликвидировали все. На самом деле, это тоже, оно, это и было для меня, на самом деле, прозрением, что если мы оцифруем цифровые активы и соединим их, у нас будет просто, ну, просто такой фонд будет, что вау. И никто ему не сможет... Да, кстати, денег не хватит. Денег не хватит, если вот мы все оцифруем, денег не хватит, фактических. Поэтому я и говорю о том, что нужен какой-то новый эквивалент, очень понятный, очень четкий. И тогда вот эта идея, то, что надо что-то новое создать, вот надо создать эквивалент, тогда мы отвязываемся от всех валют, от денег, от того, от сего. И вот говорю, вот это наша ценность, она считается вот так. Мы понимаем, что это за цифры, не сразу. Биткоин тоже, кстати, не сразу стал какой-то ценностью 10 лет, ну или там сколько прошло, 9 лет, да, как он появился, сейчас это какая-то ценность. И то опять за счет вот этих вот, значит, спекулятивных вещей. Так вот, мы создаем картину мира, в которой хотим жить, и оттуда мы уже берем, что, ага, вот это должно быть, вот это некое формирование технического задания для нас самих, чего нужно сделать, чтобы оказаться в том самом мире.